Всем доброго времени суток, сегодняшний день, 29 сентября, канал Azimani Хочу затронуть тему Амазона связанную с любыми обучающими курсами Вопрос назрел Перейдем вот в Facebook Группу, которую создали недавно Здесь вот эта вот статья, она в принципе Ничего такого примечательного особенного нет в ней И еще раз хочу это видео Не реклама, не антиреклама каких-либо курсов и чего-либо То есть здесь нет, не будет ни негатива, ни какого там, я не знаю, посыла Но в любом случае просто хотелось бы обсудить Потому что споры есть, люди как бы общаются Нет никакой цензуры Мне кажется, это правильно обсуждать, нормально Ничего здесь такого страшного нет Не буду вдаваться, чьи даже курсы здесь обсуждаются Потому что кто хочет статью прочитать, может Она и на украинском языке есть Потому что это именно украинская пресса Ну вообще, вот Амазон, вот эта тема Амазона Мне кажется, больше развита именно на Украине Потому что все, ну основная масса обучающих курсов, платных, известных, двигается украинскими товарищами Здесь конкретно обсуждается один из курсов Мне кажется, это касается абсолютно всех курсов Никакой разницы нет, потому что, насколько я знаю, существует три основных варианта обучения Ну, не буду вдаваться в подробности Один, это вот как раз вот эти курсы С этими курсами одна проблема Это то, что вам дают просто задания Вам как дают кирку и лопату, копай и делай все сам То есть дают задания, дают обучающий материал Слайды, видосы, на что нажать, как сделать, как купить Ну никто, в принципе, даже будут ваш товар там кто-то проверять Но опять, личной ответственности здесь нет ничьей Даже есть как бы здесь кто-то там главный, пускай не главный Но в любом случае это главный, маловероятно все вообще знает, что происходит А передается все дальше, 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 дальше Чем организация разрастается, тем, соответственно, ответственности меньше Ну, потому что идет поток И на начальном этапе видно, как эти курсы все развиваются То есть первый курс, там, здесь провал, второй курс, тут провал Ну, в любом случае, первый курс просто, я не знаю, отличается глобально даже от второго Это говорит о том, что на начальном этапе, я не знаю, кто там первый курс проходил Посмотрит второй курс и сам поймет, в чем разница То есть знания зарабатывались в течение первого курса На втором курсе знания увеличились Да, понятное дело, можно сказать, что как бы мы обучаемся Но мне кажется, все это начиналось вообще с абсолютного нуля Или практически с нуля В любом случае здесь обсуждаются вопросы В принципе, здесь нагнетается, нагнетается какой-то негатив Я не хотел бы про негатив говорить Здесь вот признаки развода Ну, любая пресса как бы к себе внимание привлекает громкими заявлениями На самом деле, каждый делает выбор сам Прямого обмана нет, но Но здесь я не вижу никаких таких вот с другой стороны вещей, которые Ну, я бы сказал, с ними, например, не согласен Мне кажется, здесь реальная доля правды есть Вопросов и всего остального То есть вот курсом Недостаток, это вот еще раз говорю Нет личной ответственности Есть большой объем информации Спора нет Той информации, которую бесплатно бы не нашли Если у вас нет вариантов, есть деньги Особенно, если вы хотите вкладывать большие деньги Можно рассматривать любые курсы Если вы не можете найти другого источника знания По ценам, по всяким вот этим вот моментам Здесь даже продолжение статьи, вторая часть По ценам, по всему вот этому делу Я больше всего не согласен именно с ценой То есть в конечном итоге можно спорить до бесконечности Правильно, неправильно Как они людей заманивают Как людям рассказывают Как там угощают Какие девушки там И насколько не квалифицированный человек в зале Потому что, естественно, по городам кто будет ездить? Будут ездить наемные люди Те люди, которые Ну, в любом случае своим товаром Если он занимается Ему заниматься этим будет некогда Так что всегда Всегда есть много вопросов Да, можно сказать, там На автопилоте, на автомате Все это работает Но в любом случае Если человек успешно, нормально работает То он этим заниматься не будет Это факт Он будет развивать свои товары Он будет, может, там, я не знаю На Европу товары свои распространять Будет масштабировать все там Ну, в любом случае Будет улучшать качество продукта Будет искать новых поставщиков Новых производителей Новые какие-то варианты улучшения и так далее Но никак не будет ездить И на каких-то там даже мероприятиях Если бы личный человек там тренинг вел И нормально действительно зарабатывал А просто тупо рассказывает про тренинг Ну, блин, я не знаю Язык сломается Каждый раз вот ездить по городам И расхваливать То есть это Сразу наводит на мысль Ну и все остальное То есть в конечном итоге Все приходит только к цене Эти вещи, которые информацию дают Особенно последующие курсы Чем дальше, тем больше Они абсолютно адекватные, нормальные Дают нормальную информацию Причем информация постоянно меняется Еще раз говорю Квалификация у людей однозначно растет Однозначно Так же, как и у любого другого Кто этим делом занимается Чем дольше занимаешься, тем больше знаешь Но одна проблема Только вот эта вот стоимость И все То есть если В Америке, насколько я знаю Сейчас на данный момент Самый популярный курс Не буду говорить какой Стоит 500 долларов Тоже опять же Рекламировать я не хочу И здесь Об этом тоже смысла говорить нет Потому что у всех ситуация одна и та же Примерно у нас народ сейчас От 1000 до 2000 И за дропшиппинг курсы И за приват лейбл Берут примерно такие деньги Вам покажут просто слайды Вам дадут задания Которые в принципе по телефону Вам любой человек может дать Который прошел эти курсы Сейчас на данный момент Это уже третий Уже следующий Вариант заработка будет Как этим занимаются То есть на самом деле Вам скажут Возьми 50 Потом 5 Потом вот так Потом вот от сей Выбери 1 Выбери 2 Ну и все И с многими людьми я общался После этого Выходя на Амазон Уже непосредственно выбрав товар Его привезя на Амазон Уже непонятно Что с ним дальше делать Потому что если он не пошел Если он не пошел Что с ним делать Ну не попал ты в товар В любом случае Разговор о том Что самое важное Выбрать товар Это правильно Да действительно Но самое смешное В этой ситуации То что Правильно выбрать товар Это говорит не о том Что Вы будете зарабатывать Вопрос о том Насколько много или мало Потратить на продвижение То есть у вас будет Выложили товар И у вас сразу продажи пошли Выложили товар Получили несколько отзывов Продажи пошли Выложили товар Получили несколько отзывов Запустили paper click Продажи пошли То есть А если у вас Ни то, ни то, ни то, ни то Не сработало Все Пошли раздачи Пошли чаты Пошли фейсбуки Вопросы И все остальное И вот курсы Курсы Ничего не дадут Они дадут вам только сообщества Типа Людей в фейсбуке В закрытой сообществе Я могу сказать, что те же люди, которые активны В этих закрытых группах Они также активны и в бесплатных В фейсбук-группах И в скайп-чатах Все те же самые люди Никакой рейси нет Все ту же информацию дают И платить полторы тысячи за какую-то мифическую группу В которой, ну не полторы, там за интенсив Опять же отдельно В этой конкретной организации Будет за интенсив, отдельно платить отдельно группу Это вообще неуважение к людям, я считаю Разделять их по деньгам То есть эти хорошие, эти плохие Ну я не знаю, это то же самое, что Просто вход за группу оплатить Мне это тоже непонятно Вот, это первый вариант По группам И соответственно по конкретным Курсам, курсы абсолютно все одно и то же То есть полтора тысячи до двух тысяч Болтается этот диапазон Вам покажут ролики Вам там кто-то что-то подскажет Очень много Спорных моментов Я разговаривал с людьми, которые довольны Ну это те, которые попали в товар Какая заслуга обучения? Не знаю, не могу ничего сказать Потому что я в принципе и не проходил Я только смотрел видео Как и все происходит И огромное количество людей Огромное количество людей Которые недовольны, естественно Полторы тысячи заплатили Просто посмотрели видеоролики Сейчас в интернете можно спокойно За 100-150 долларов Посмотреть весь курс полностью Купить у людей Те же, которые, например, пролетели Или хотят часть денег своих вернуть И все И они выходят на Амазон И у них ничего так же не получается То есть гарантии того, что Какие-то вам курсы что-то дадут Для конечного результата Нет, они просто дадут вам знания Которые, на мой взгляд Неадекватно дорого стоит Есть еще вариант Вот у этих организаций Не только у этой и у других Это вывод бизнеса под ключ Это у нас, насколько я помню Стоит около 5000 долларов Это вообще афера полная Я не знаю Конкретно у всех, не у всех Но я не знаю Со многими людьми Не со многими, с несколькими людьми Уже общался И только один человек мне сказал Что у него как минимум В сообществе 20 человек Которых просто опрокинули Я не говорю конкретно про этот курс Еще раз говорю Курсов много Статья просто про один На данный момент Амазон В Украине реальный шанс Построить бизнес То есть это не касается Конкретно вот этой организации Которой Я говорю, что 5000 долларов Вывод бизнеса под ключ Вот у людей Все равно не выводится под ключ Потому что если за 5000 долларов Вам обещают вывести под ключ Они бы сами Все выводили под ключ Нашли бы инвесторов Если уж такие грамотные На самом деле Просто очередная хинея Просто вы за полторы Не за полторы тысячи Покупаете от курса За пять Ну это по крайней мере Мое мнение И всеми людьми Которыми я общался Что мне говорили Вот и все Так что это именно вопрос Потому что очень много Вопросов по этому поводу задают Еще раз говорю Я говорю то, что знаю Если будут комментарии Или люди на меня выйдут Которые действительно Любой из Предлагаемых в интернете Сейчас на данный момент Курс по Амазону Скажет, что У меня все получилось Мне там помогли Действительно сделали Я действительно Там и прокомментирую это И в любом случае Следующее видео сниму Можно в принципе Я не хочу просто снимать Видео про конкретные курсы Потому что Мне кажется Это неправильно и некорректно Люди занимаются Платье Это их устраивает Кого-то не устраивает То есть я говорю Общее Общее Представление Так Второй вариант Это у нас Обучение Что из Америки И у нас в принципе Уже некоторые люди Этим занимаются Я в принципе Одного из них рекламирую Это Часовая консультация Часовая консультация Относится больше Когда какие-то Проблемы решить Первостепенно Это когда какие-то Серьезные проблемы Решить надо То есть например Бан Например Какие-то Ну серьезные проблемы То есть Вплоть до того Что надо звонить Там в Амазон Надо звонить Этим покупателям Надо какие-то Конкретные проблемы Решать Вывозить товар Не вывозить товар То есть Ну что-то с ним делать Серьезное Вот И Здесь может быть Понадобиться именно Во-первых Знающий человек И во-вторых Желается на американец То есть Который без акцента Без всего Будет решать Ваши проблемы Непосредственно Там в Амазоне В главном офисе Вот По мелким вопросам По всему остальному Это конечно Такой спорный вопрос Потому что получается Какой-то франкенштейн Человек В любом случае Не сможет Вникнуть Не в ваш товар Там за один час Даже за два часа Ну сложно И получится Вы делали одну работу Потом другая работа И все это наслоение Надо мне кажется От начала до конца Все это по-нормальному вести Вот Из-за этого Да Эти люди Очень высококвалифицированные Они действительно Будут На свое усмотрение Рассказывать О тех вещах Которые действительно Важны То есть Которые ошибки Они видят И так далее Но в любом случае Оптимальный вариант Это третий Третий вариант По поводу Это нанимать Действительно Там Ментор Называется Или там Сопровождение Или так далее И так далее Это найти людей Действительно Которые Прошли курсы Имеют опыт И так далее И так далее И так далее В любом случае Этот человек По крайней мере Не то что отвечает Понятное дело Что Ответить за работу Ту Которую проделанную На том же Амазоне Очень сложно То есть гарантировать Результат невозможно Но Эти люди Которые с вами Вас ведут Они по крайней мере В реальном времени Без заторможки Какой-то там И так далее Смогут Вам Просто хотя бы Сэкономить На затратах То есть Да Если предоставить Такие данные Курсы тоже их дают То есть По доставке И так далее Но еще раз говорю В любом случае Этот человек Конкретный человек Который вас ведет Сами понимаете Машина собрана вручную И намного дороже ценится Чем цех Из-за этого На двигателях Там печатают Мастер такой То есть Это высший уровень Да Понятно Что за границей Когда же В этой статье пишут Там Действительно Гуру Там специалисты По полторы тысячи долларов За это берут Вот Я не знаю Как бы Я таких специалистов Не знаю И не интересовался И английским Я как бы не владею И за это Мне этот рынок К сожалению Закрыт Для меня Вот Консультация Опять же У тех же американцев Только те Которые знают Язык То есть Которым более-менее Можно разговаривать Вот Опять же Русские Которые знают А Здесь В России Ну Очень мало людей Которые с большим опытом А если Ну такие Которые больше года работают Потому что Все эти курсы Начались Специалисты у нас Ну год назад Запустились То есть Ну вот Дай бог Цикл год А нормально Чтобы человек В этом разбирался Специалистам Ну хотя бы Надо Я не знаю Там Два-три года Чтобы пару циклов пройти Чтобы Посмотреть Как в том году Было В этом году Тот же Новый год прошел То есть Сейчас все ждут Новый год Что все товарные Осадки распродастся И выйдут там Из бизнеса С максимальными С минимальными Потерями Или с максимальным Доходом Ну вот А вдруг Нет А вдруг Конкуренция вырастает Глобально просто Из-за этого Амазон В статье и пишет Что не подорожает Хранение Декабрь-ноябрь Не просто так А потому что В прошлом году Была перезатарка товаров Которые не продались Так что Надо это иметь в виду В любом случае Надеяться на то Что там С десятой страницы Наш товар Просто так продастся В ноль Ну я не знаю Такая Надежда Слабая Ну вот И по поводу Этого ментора Сопровождение Людей достаточно много Курсы все равно Прошли Просто не надо Рассчитывать на то Что вы найдете Какого-то себе там Мега-специалиста Имейте в виду Почему? Потому что Во-первых Вся эта история Достаточно мало Длится По крайней мере Я таких не знаю Которые работают То есть Больше года даже Вот Да Слышал Да Там Где-то кто-то Но лично Лично я не знаю Хотя По Амазону Я вот сейчас На данный момент Знаю Как минимум Человек 100 Вот Кто конкретно Вот В этих чатах Во всяких По Ютубу обращается И так далее Те, которые запустились Которые там Удачно Неудачно Работают Но в любом случае Таких нет Из-за этого Даже Найдя у этого Человек-сопровождение Причем Пообщайтесь в чатах С людьми Пообщайтесь в фейсбуку Посмотрите На какие вопросы Отвечают Посмотрите Кто на эти вопросы Отвечает В принципе Если честно Вот я этим занимаюсь Три месяца Во многих чатах Просто видно Там Люди Которые Сидят с утра до ночи На эти вопросы Отвечают То есть там Ну и в десяток Есть какие-то Непонятные люди Которые Говорят Что они это будут делать Но их нигде не видно Не слышно В любом случае Спрашивайте у этих людей Какой результат По поводу результат Если кто спрашивает Отрицательный Положительный результат Я могу одно сказать И положительный И отрицательный результат Примерно На начальном этапе Одинаковые Рейнс нет Рейнс есть только тогда Когда человек завез Три или пять товаров Например И вот у них Узнать результат Да Потому что Один-два товара Это как лотерея Может попал Может не попал Говоря из того Что он хоть что-то Знает Никаких нет То есть надо узнавать Более глубоко А не надо спрашивать Какой результат Никакой результат У этого человека Вот Если вам не показывают Никаких вообще данных И какие-то там скрины Показывают Скрины можно надергивать Где угодно Я могу сказать одно Что в той же Америке Данные показывают Чуть и не в фейсбук-группах Так что разговор о том Что у нас там Товар нельзя показывать Если человек занимается Обучением Он должен по крайней мере В личном общении Свои данные давать Это точно И то что не дают Это говорит о многом Вот Ну это не столь важно Если на самом деле Если вас устраивает Знание устраивает То что вам дают Это не обязательно Я просто говорю в принципе Вот Что об этом тоже надо задумываться И не надо ломиться Если вы сомневаетесь в человеке Я еще раз говорю Таких людей достаточно много Вот Почитайте Посмотрите И пообщайтесь Кто идет на контакт Опять же Как с товаром Если у вас человек Например Вы ищете Производителя какого-то Ведете переговоры Один из показателей Это его активность То есть если он вам Отвечает на вопрос Через трое суток Зачем он вообще нужен Так же и с менторами То есть у вас должна быть Какая-то договоренность О том Какие обязанности Кто что делает Я понимаю Что многие там На работу на основную ходят Или еще что-то То есть ну в любом случае Там Должна быть прямая связь Вплоть там до телефона Мне кажется Это так Это правильно И в любом случае Еще раз говорю Ответственность Ответственность Никакой ответственности Никто на себя не возьмет Ни от обучающих курсов За пять тысяч долларов Ни за Самого там Простого ментора Который там Я не знаю Месяц там Торгует на Амазоне Но уже там Действительно много знает Но вы сами определили Его Он устраивает вас Вот Вот вы ему платите Там 300 долларов Там Он вам Консультирует Там На всех стадиях Или на определенных стадиях Консультирует То есть можно человек Такого найти Потому что по большому счету Основная Роль здесь Это Подсказать с товаром Но еще раз говорю Мало кто людей В том числе Вот я например Мало кто Знает просто И стартовал С большим количеством товара Просто ни у кого таких денег И оборотов больших нет Это все постепенно Из-за этого Тут сложно Сложно что-либо сказать В этом отношении То есть да Который человек Пять товаров Шесть Проблема с такими людьми Завязаться Чтобы они вас Подучили Только одна То что во-первых Успешные На контакт Они тут они и так хорошо Реально Реально Начинают Зарабатывать Реально Вот И у них реально Они на начальной стадии То есть они развивают Свой бизнес Если когда бизнес Там уже несколько лет Он уже какой-то Стабильный Стабилизировался Уже все более-менее понятно Но к сожалению Таких людей у нас нет Только англоязычные У кого нет с этим проблем Ищите лучше там Там специалисты Намного более высокого уровня Реально Вот это мой чисто совет Это я не себя рекламирую Или там еще каких-то своих друзей А именно Совет такой Что действительно Специалисты будут там Вот Курсы более качественные там Они ставят Ну они естественно Просто у них опыт больше Вот Нас ограничивает этот вариант То что кто язык не знает Соответственно мы смотрим здесь Здесь и дешевле Но естественно Квалификация ниже Это нормально Здесь ничего такого нет Вот Из-за этого Сложно найти людей Которые вывели 3-5 товаров Там например уже удачно Пускай даже я говорю Лучше Человек вывел 5 товаров Из них 2 удачно И он осознает Почему удачно Почему неудачно Он вам сможет выбрать А если человек выбрал Один товар И попал там Даже 2 Вот Здесь Надо понять Надо пообщаться Естественно То есть Какой опыт И все вот эти моменты Потому что Хоть 10 товаров ты вывел 11 не гарантированно Что выведется Опять же Отлично А 11 товар Может быть ваш Вот Из-за этого Выбирайте нормальных людей Мне кажется Мне кажется Опять же Я на это не претендую Просто если бы Я взял бы человека Который меня бы просто Сопровождал И Так скажем Корректировал мои ошибки И направлял в нужном В нужное русло Где подешевле Например Отправить товар Да есть 3-4 места Сейчас на данный момент Доставка на сколько стоит До 100 килограмм 3,5 доллара От 100 килограмм То есть до 100 килограмм 4,5 Свыше 100 Там 3,5 доллара Ну это как правило Первые там Первые-вторые отгрузки Это примерно такие всегда Вот В основную массу Вот Здесь просто Когда это не знаешь Я отправлял Свой 165 За 725 Я даже в голосе не сбивал Там дешевле найти Для меня было важно Отправить Чтобы он быстро пришел Но в любом случае В будущем это искать И за это этот человек Просто может вам подсказать Но вы будете все равно Это все делать сами За вас никто делать этого не будет Это в любом случае нормально Нет В принципе Вот что я хотел сказать Статью можете почитать Сильно загоняться по ней не надо Вот тут Общаемся по этому вопросу Но Как бы там ни было Надо просто голову включать В любом случае Самый главный недостаток По поводу Любых этих групп Это вот только Для меня лишний топ цена Адекватность цены То есть Если бизнес Говорят Надо вкладывать 2-3 тысячи долларов А просят Тысячи полторы 50% затрат на обучение Это нереально Но если вы идете Действительно С большими деньгами И вы идете на курсы И рассчитываете Что вам там Что-то сильно помогут Ну тоже достаточно Сомнительная вещь Да Понятное дело Кто этими курсами там Самый главный начальник Но имейте ввиду По крайней мере Насколько я знаю На контакты Они не идут Вот Из-за этого лучше Напрямую Общаться Работать с Их там Приемниками И так далее То есть Ну опять же Я сейчас говорю Ищите Ищите Чат Я не знаю Я не знаю Там Сотни Этих людей Есть кто Вопросы Создает Есть кто На них Отвечает Так что Имейте ввиду В принципе Все что хотел сказать По поводу Статьи По поводу Обучения Думаю Вопрос закрыл Три варианта Я рассказал Ну Другого Я на данный момент Не знаю Какие будут Пишите комментарии Вступайте в группу Facebook Facebook Мы здесь будем Ну Какие вопросы Есть Отвечаем По поводу На данный момент Закидываем Какие-то полезные Программки Даже некоторые Платные программки Но это опять же Не я закидываю Мне дают Я их переливаю Так скажем Или сами люди Выставляют Интересные вещи Там и по Facebook То есть Полезные вещи В любом случае Есть Ну и вот На данный момент Сейчас у меня Как раз Различные тоже Вопросы От программистов Что Что можно запустить И на чем На Амазоне Можно зарабатывать И платить Не американским Нашим товарищам Сотни долларов А может быть Подешевле И делать Что-то конкретно Узкие утилиты Которые будут Помогать В конкретных Направлениях То есть Тех вещей Которые Например Там у Америкосов Нет Вот Ну или мы Не знаем По крайней мере Об этом В принципе Все Всем удачи Всем пока Подписывайтесь Ко-моему Вступайте в группу Вконтакте В фейсбуке Кому где удобнее Вконтакте Там больше по Другой тематике Этого канала Вот Здесь больше Точнее не больше А здесь только Именно по Амазону Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok